Экологические проблемы стерильтамака и салавата не один год. Пожалуй, что она вообще возникла в тот момент, когда началось строительство этих крупных нефтеперабатывающих химических предприятий, которые плотным кольцом охватывают эти два города. Долгие годы власти делали вид, что их очень беспокоит экология в этих городах. Экологи-активисты били в набат и писали письма, и, собственно, было все более или менее гармонично, то есть абсолютно неподвижно. Но вот случилось. Понимая, что воздух стерильтамака и салавата становится все более смертоносным, что онкология становится вообще обыденностью для жителей этого города, за дело взялся Роспотребнадзор. Собственно, ведомство это по определению должно стоять на страже интересов и здоровья жителей страны и республики, и потому, как говорится, сам Бог велел. Доблестный исполняющий обязанности начальника стерильтамакского территориального отдела Роспотребнадзора, некий Ренат Амиров, нашел быстро и эффективно абсолютно гениальное решение. Решение проблемы загрязнения воздуха города салавата и стерильтамака. Он предложил ни много ни мало ограничить движение личного автотранспорта в черте этих городов. Причем он даже предложил методику, каким образом это сделать. Нет, не отстреливать, не арестовывать, не прокалывать шины, нет. Просто организовать движение автомобилей по принципу четности и нечетности госномеров. Ну, то есть, по четным числам люди ездят, те, у которых есть госномер с четными цифрами на белой табличке, а по нечетным числам месяца ездят те, у кого нечетные. Ну и, соответственно, вот так. Огласил эту свою придумку господина Амирова где-то там в каких-то официальных условиях. В общем, все это зафиксировано, все это понятно. Заметьте, господин Амиров даже не думал о том, чтобы, например, предложить закрыть какое-то особенно грязное нефтяное, химическое, нефтеперерабатывающее предприятие. Господин Амиров даже не подумал о том, что, ну, может быть, надо предпринять какие-то меры для усиления экологических действий вот этих предприятий. Я имею в виду для того, чтобы там организовать очистку этих выбросов, там поставить какие-то новые дорогостоящие фильтры с дорогостоящими какими-нибудь катализаторами из платины. Нет. Господин Амиров решил решать проблему жителей города Стритамака и Салавата за счет самих жителей. Собственно, вот в этом вся суть вот этой всей вот хабировщины. Вот слово хабировщина, несомненно, войдет в лексикон в Башкирии, потому что это будет слово, характеризующее исторический какой-то период, в котором мы сейчас живем и который в дальнейшем мы, конечно, будем оценивать. То есть принцип этой хабировщины заключен в том, чтобы все проблемы населения решать за счет населения. То есть не за счет налогов, не за счет каких-то там, значит, оригинальных или остроумных решений, или за счет затрат государства, которое жирует на налогах населения. Нет. Все проблемы населения решаются за счет населения. Это главный принцип хабировщины. Ну, что еще предложат вот эти птенцы гнезда хабирова? Конечно, предположить страшно, но я думаю, что у них многое в запасе имеется. Например, понимая, что падает платежеспособный спрос и вообще покупательная способность нашей зарплаты, наверняка эти ребята могут нам предложить питаться через день. Во-первых, это полезно для здоровья с точки зрения фигуры. Во-вторых, зарплата сразу будет казаться почти вдвое больше. Еще можно пешком ходить на работу. Это очень благотворно повлияет на наше восприятие качества общественного транспорта. Во-первых, опять же физическая нагрузка и опять же экономия для кошелька. То есть, вот подобные предложения вполне себе возможно в скором времени нам сделают на полном серьезе. Еще можно дышать через раз. Вот это не шутка. Это ровно в стиле господина Амирова. Потому что, если вы в два раза реже вдыхаете отравленный воздух с терлитомакой или салаватой, например, то отравляющих веществ попадает в ваши легкие, в ваш организм в два раза меньше. Тут же можно тему развития сказать, что вы снижаете вдвое риск заболеваний онкозаболеваниями. Пожалуйста, логично, согласитесь, замечательно. Вот это и есть та самая Хабировщина, когда все налоги в карман, а вот все проблемы решаются через ваши собственные ресурсы. Ну, что я думаю конкретно о господине Амирове? Ренат Амиров, конечно, очень перспективный работник, далеко пойдет. А не Андреевне казак необходимо обратить на него пристальное внимание, потому что это талант. Человека нужно, я думаю, поощрить, повысить в звании и в должности. Возможно, ему нужно выдать какую-нибудь ведомственную награду. Ну и, безусловно, конечно, к лету нужно премировать его поездкой в Крым. Такими кадрами нужно дорожить. Но если у Анны Андреевны штатное расписание забито совсем, то, в принципе, можно его пристроить куда-нибудь в общественную палату. Потому что там тоже практикуются те же самые принципы. Но принципы общественная палата это тоже сконцентрированные хабировцы. И методы защиты общественных интересов в них абсолютно те же самые. В общем, господин Амиров точно не пропадет. А вот как будет там со стерлитомакцами и салавацами, будут ли они ездить по очереди на своих машинах, вот это я не знаю. Это технически, конечно, очень сложно осуществимо, но для хабировцев ничего невозможного нет. Редактор субтитров А.Семкин